Здравствуйте, уважаемые читатели сайта Обозреватель, уважаемые журналисты. Мы начинаем прямую трансляцию пресс-конференции Обозревателя на тему «Буддизм по-украински. Восточные традиции для славян». В нашей пресс-конференции любезно согласился принять участие практикующий буддист линии Карма Кагио Александр Панасюк. Здравствуйте, Александр. Первый вопрос к вам, конечно же. Что такое буддизм по-украински? Может ли считать себя 100% буддистом человек, который вырос в славянской среде? Дело в том, что, наверное, буддизм по-украински, это, может быть, не очень точно формулировка, потому что буддизм, в принципе, не имеет национальности. И поэтому любой человек, который хочет быть более свободным, хочет управлять своей жизнью, он может быть буддистом. И если мы даже родились в этой территории, то это не означает, что мы должны придерживать только каких-то конкретных традиций, которые здесь сложились уже исторически, потому что у нас сейчас такое время, что уже и буддизм стал частью нашей культуры. И у нас уже, вот мы отпраздовали в прошлом году, в позапрошлом году уже, точнее, 20-летие буддизма в Украине. И наша активность достаточно широкая, она расширяется. И это уже, как бы, часть нашей жизни. Поэтому, вот, с одной стороны, и буддизм не имеет какую-то национальности, но, с другой стороны, мы всё-таки уже в Украине можем считать нашей частью. Что касается России, то вообще там это просто уже исконная культура. А сколько, если у вас, да, есть ли у вас информация о том, сколько приблизительно сегодня буддистов в Украине? Ну, я не знаю точно информацию, сколько там всего буддистов. Я знаю, что в нашей школе где-то, может быть, там где-то около 500-700 человек, наверное. Вот, есть ещё какие-то другие традиции, но сколько там у них, сколько их есть, я не могу сказать. Вот вы представляете линию Карма-Кагью. Можете рассказать об этом направлении буддизма? Да, конечно, могу рассказать. Это, значит, мы представляем тибетский буддизм, то есть, корни наши ведут из Тибета. Это была такая история, что буддизм приходил в Тибет несколько раз, и последний раз буддизм в Тибет принёс учитель, был такой учитель Марпа, и у него был ученик Миларепа. У Миларепа были, соответственно, два ученика таких, это важнейший, Гампопа и Ричунгпа. И вот они дали передачу такому человеку, который звали Дюсун Хэмпа, и когда он медитировал, то у него над головой появлялось такое тёмное облако, которое и было признано как символ, вот этот вот символ, который, сейчас на нём есть чёрная корона, и вот это облако как бы определило, что это есть Карма-Па. И вот Карма-Па это и был тот лама, который как раз и создал нашу линию, линию Карма-Кагио, или, как его можно перевести, школа устной передачи. Потому что когда-то Ричунгпа по просьбе Миларепы поехал в Индию, получил передачу, и потом эту передачу он передал первому Карма-Пе, и это был первый Карма-Па, то есть который создал линию Карма-Кагио, и теперь эта линия уже существует уже около тысячи лет, потому что это было примерно в 1110 году, или в 1100 году примерно вот так. И это была такая, ну такая самая первая такая мощная линия в Тибете, и в Тибете вообще существует четыре остальных школы таких, как вот, то есть Нигма, Сакья, Гилуки, Карма-Кагио. Вот мы одна из четырёх основных школ тибетского буддизма. И Карма был очень популярна в Тибете, и вот теперь мы можем иметь возможность практиковать эту школу у нас, в Украине. Легко и просто. Имеет ли слово «карма» что-то общее с общепринятым значением этого слова, которое придаётся в индуизме, это слово, которое у них означает действие? – Карма у нас – это закон, причина и следствие, да, возможно, это делается как действие. Карма – это есть, если бы нам понятно, такое есть выражение «судьба», мы говорим, да, но на самом деле современному человеку, который хочет управлять своей жизнью, больше подходит слово «карма», потому что карма – это то, на что мы можем влиять. Когда Будда достиг просветления, то первое, что он сказал, что есть страдания, что страдания есть причина, что если есть причина, то с этой причиной можно работать, и, значит, мы можем менять свою жизнь. И тогда, соответственно, получается, что всё, что с нами происходит, это не является каким-то таким уже жёстким штампом, который мы на себя натянули на всю нашу жизнь, уже мы не можем с этим ничего сделать, а это что-то, какое-то действие, на которое мы можем повлиять. То есть мы можем, практикуя, медитируя, мы можем влиять на нашу жизнь, и мы можем её сделать лучше и помогать другим. Вот вы уже упомянули некоторые из четырёх благородных истин, и вы знаете о том, что продолжение, да, то, что существуют страдания, то, что причина страданий – это желание. Почему желание? Значит ли это, что, чтобы избавиться от страданий, нужно вообще ничего не хотеть? Ничего не желать. Но, наверное, совсем, может быть, это точно, потому что причина страданий, скорее всего, это лежит в тех мыслях, словах и действиях, которые мы делаем, которые определяются нашими мешающими эмоциями, потому что основной наш враг – это наши мешающие эмоции, которые нам мешают видеть то, каким всё является. И здесь на первом месте стоит неведение, потому что из неведения просекают все остальные. То есть, когда с нами что-то происходит, и мы не знаем точных событий, то мы начинаем нервничать, мы начинаем переживать, у нас возникают какие-то эмоции. И стоит нам узнать какую-то истину, да, если мы, допустим, договорились с девушкой на встречу, она не пришла, то парень может нервничать, как это там проявлять какой-то гнев. Но если мы узнаем, что девушка, оказывается, в это время помогала своей бабушке в больнице, то, наверное, у нас появится такое чувство, что вот она такая хорошая, заботливая, и оказывается, мы были неправы, и тогда всё меняется. Но если мы не знаем, каким всё является, если мы не знаем, как всё происходит… Какая причина привела к этому следствию? Да. То это у нас пробуждает ещё остальные мешающие эмоции, такие как гнев, привязанность, гордость, ревность. И они в своих разных комбинациях создают 84 различных ситуации, с которыми нам приходится работать в нашей жизни. И вот это, скорее всего, будет основным, мешающим, сильно связывающим клеем, и те действия, которые мы делаем на основе этих мешающих эмоций, они как раз-то и переводят к каким-то таким вещам, которые сформируют нашу карму. То есть мы что-то делаем, и это формирует нашу карму. И эти семена засеиваются в нашем уме, и потом они прорастают в течение долгих лет, в следующей жизни к нам приходят в каком-то виде. И поэтому, если мы хотим с кем-то поспорить, что кто-то нам мешает жить, то, наверное, прежде всего это мы сами. И здесь нет, здесь нет ни кто, ни царь, ни герой, ни президент. Ага, спасибо. Если есть мешающие эмоции, должны быть, наверное, и помогающие эмоции? Помогающие эмоции, да. Я думаю, что эмоции не все мешающие. Такое чувство. То есть вы хотите сказать, что буддист, ну, человек, практикующий буддизм, должен отказаться от того, чтобы испытывать эмоции, любые? Мы должны испытывать радость. Смысл и цель буддизма в том, чтобы достичь счастья. И счастье не приходящее. Если вы переживаете эмоции, и у вас возникает какая-то, может быть, огромная радость, и вы эмоционально очень сильно радуетесь, но после этого вы чувствуете упадок силы опустошения, значит, это была не истинная радость, это было какое-то эмоциональное состояние, которое вас опустошило. Потому что все эмоциональные состояния, они нас изматывают, они забирают у нас сил. Эмоции – это движение, это какая-то энергия, которая проходит мимо нас, и если мы на нее обращаем внимание, она цепляет нас, и мы туда вкладываем свою энергию. Но если мы на нее не обращаем внимания, то она как вор приходит в пустой дом, походит, ничего не найдя, и начинает уходить. И наша цель – это понять эту ситуацию и сказать ей, подожди, ты пришла без спроса, тебя никто не звал, теперь, пожалуйста, поработай на нас и сделай что-нибудь полезное. Поэтому эмоции, они очень плохие, господа, но они очень хорошие услуги. И в нашей школе мы используем все эти качества эмоций, мы их используем как хорошее топливо для нашего развития. Спасибо. То есть, в принципе, можно сказать, что практика, ну, одно из направлений практики буддизма – это контроль эмоций. Здесь мы не ставим такую цель именно контролировать эмоции. У нас это происходит каким-то таким, ну, как бы побочным эффектом. То есть мы медитируем, мы практикуем, и это даёт возможность, как бы, трансформировать наши эмоции, справляться с ними. И тут нужно сказать немножко, наверное, о медитации. Дело в том, что когда мы медитируем, то мы создаём такой небольшой, как бы, такой защитный слой вокруг себя. Это создаёт мантра. Потом мы… Мантра, концентрация на буддаспекте или на ламе, да, даёт нам позитивные впечатления, которые нас делают более радостными. И мы понимаем, что происходящее событие, они происходят не непосредственно в нас, а где-то на расстоянии. И тогда у нас появляется возможность выбора, мы получаем свободу, и мы смотрим, что нам делать. Играть роль в трагедиях или в комедиях, где нам больше нравится, с кем нам лучше общаться. И вот это мы получаем уже впосредстве, ну, как, впосредством медитации, да. Хотя это не является основной целью, это просто такой, скажем, такой, ну, побочный эффект, что ли. Побочный эффект, контроль над эмоциями, побочный эффект, то, о чём Вы сказали, так что же является главной целью? Главной целью, конечно, счастье. Счастье, счастье своё и счастье всех существ. И счастье не приходящее, которое появляется на какое-то мгновение, а счастье, которое может быть с нами всегда и остаётся с нами всегда в любой жизненной ситуации. Потому что мы можем купить какую-нибудь красивую вещь, эта красивая вещь нас может порадовать там какое-то время. И чем она дороже, тем больше это время она нас будет радовать. Но не факт, что она нас будет радовать всю жизнь. И мы не можем опереться на какие-то вещи, которые сами по себе не могут быть счастливы и сами по себе не могут быть вечными. Потому что всё, с чем мы встречаемся в жизни, оно всё имеет начало, всё имеет конец. И здесь только есть ум, на который мы можем опереться. Так вот, наше счастье – это чтобы познать свой ум, потому что наш ум – это источник безграничного счастья и безграничной радости. Мы только в этом случае можем быть действительно счастливы, действительно полезны. И здесь есть такое понятие в буддизме, как буддийское прибежище. И мы принимаем прибежище в Будде, в Дхарме и Санхе. Потому что я здесь хочу привести цитату «Калориум почвы», вот такой хороший лама. Он говорит, что пока у нас есть деньги, нам могут быть полезны, пока работает магазин. Если нам дать какую-то специальность, то она нам будет полезна на протяжении нашей жизни. Но если мы хотим быть действительно счастливы в этой жизни, в момент смерти и в следующей жизни, то нам нужно дать учение об уме, то есть нам нужно дать Дхарму. И тогда мы действительно будем счастливы всегда. И вот это то состояние, которое не проходит. И когда мы сами счастливы, мы не страдаем, мы можем быть полезны для других, чтобы помочь другим существам, другим людям или любым другим существам прийти к этому состоянию и быть счастливы. Об этом состоянии мы ещё поговорим. Сейчас хотелось бы услышать Ваш комментарий такого распространённого мнения. Люди, которые не очень известны с теоретическими, скажем так, основами буддизма, они считают, что буддизм проповедует уход от жизни. Вот Вы, кстати говоря, сейчас сказали о безэмоциональности и так далее, о контроле над эмоциями. Возможно, это тоже приводит к таким суждениям о буддизме, о том, что он ведёт к отказу от мира, от его благ, от его радости и так далее. Уход в нирвану, опять же. Уход в нирвану считается чем-то наподобие ухода в мир иной. Что такое нирвана на самом деле? Что это за практика? Очень большой вопрос. Сразу с многих сторон хочется на него ответить. Но на самом деле буддизм ни в коем случае не уходит в нирвану. Дело в том, что буддизм вообще-то, наш буддизм, который практикуем мы, это буддизм алмазного пути, который пришёл к нам с северного Тибета. А северный Тибет – это такой суровый край, то есть это не такие приятные условия, как у нас для жизни. В Тибете всегда было очень трудно. Во-первых, это высота, там 3000 метров над уровнем моря. Там нет ни фабрик, там нет заводов, там нет офисов, там нет общественного транспорта, это всё горы. Там очень сложно выживать. Поэтому я не думаю, что у нас какая-то романтическая практика, которая уводит людей от жизни, скорее наоборот, позволяет познать жизнь такой, как она есть. И это известная фраза Будды, каким всё является на самом деле. Мы просто с помощью буддизма можем узнать, какими действительно вещи являются на самом деле. Потому что иллюзорное состояние как раз-то и создаёт эмоции. И мы воспринимаем примерно на 10-15% жизнь реально. Всё остальное – это воздействие наших эмоций. Поэтому у нас, может быть, не совсем иногда будет правильное представление об эмоциях, что мы думаем, что эмоция – вот это и есть сама жизнь. Но страдания, кто хочет страдать? Покажите мне человека, который хочет страдать. Я так не таких не знаю. Нет, ну бывают, есть извращенцы. Может быть, ну давайте меня в нём все трогать в нашей теме извращенцев. Они бывают разные. И вообще всех людей объединяет одна формула общая. Все хотят избавиться от страдания и найти счастье. И от маленького червячка до большого слона, и от самого умного до самого глупого человека, или от самого глупого до самого умного. Все хотят избавиться от страданий и найти счастье. И каждый это делает по-своему. И нирвана, конечно, это высшая форма счастья. Но есть такие существа, которые… Или такие сущности, да, или такие люди, которых мы называем бодхисаттвы. Вот они специально задерживают свой уход в нирвану для того, чтобы помочь другим существам избавиться от страданий. И вот таким бодхисаттвой является лама нашей линии Кармапа. И я просто так знаю, что все знают хорошо Будду. Но вот здесь нужно сказать о линии передачи, что линия передачи нашла непрерывно от самого Будды и дошла до нашего учителя нашей линии Кармапы. И он не является учителем нашей линии, поэтому он представляет полностью то учение, которое давал Будда. И вот он является бодхисаттой, потому что он пообещал, что пока люди будут нуждаться в его учениях, в его помощи, он не будет уходить в нирвану в полное счастье и будет здесь приносить пользу людям. И вот он этим и занимается уже 17 жизней. Спасибо. Но мы знаем о том, что сам основатель учения, Будда Шакьямуни, принц Сиддхартха, он, пробыв 80 лет на этой земле, он как раз ушел. Почему основатель учения ушел, а его последователи и те люди, которые передают это учение из поколения в поколение, они принимают решение оставаться здесь, помогать людям? Ну, он дал все, что он мог, он передал все, что он мог передать, он все отдал, он дал. Поэтому ему нечего больше было дать. И здесь есть разные мнения, но считается, что вот есть такие учителя, как Гури Римбочи и Кармапа, что это есть или излучение Будды, или это есть его какая-то иномация, какое-то его перерождение, которое на данный момент просто явился в такой форме. Поэтому возможно, что даже все не совсем так просто. То есть Будда, он везде, и здесь как бы не имеет большого, как бы нет большого такого-такой разницы, есть он здесь в физическом теле или нет, потому что ум он безграничен, ум везде, и в данном случае, как бы, физическое тело, оно как бы не очень много определяет. Спасибо. Хотелось бы более подробно услышать о медитации буддийской. Вы сказали о том, что в ней используется мантра. Какая мантра используется? Ом мани па дмэ ху? Есть очень хорошая мантра Ом мани па дмэ хунг. Это очень хорошая мантра, которая помогает нам в трудной ситуации избавиться от каких-то сложных эмоций. Если нам нужно успокоиться, то она очень помогает нам в этом, потому что она работает за всеми видами эмоций одновременно. И она звучит так. Ом мани па дмэ хунг. И эта мантра очень полезна. И в нашей практике для нас является мантра важной, потому что мы медитируем на 16-го корма. 16-й корма нам оставил медитацию. И он сказал, что мы можем делать эту практику и будем получать всё самое необходимое. Она звучит по-другому. Она называется «корма поченна». И что переведёт значит «энергия всех будд, а работает через нас». И в пространстве существует огромное количество будд. Они все работают с разными аспектами нашего ума. Но у нас есть хорошая возможность делать одну и ту практику. И тогда все будды работают именно через нас, именно благодаря нашему ламе, 16-му кормапе, и той медитации, что она оставила нам. И нам не нужно медитировать, делать 100 или 200 медитаций на разные будд-аспекты. То есть, таким образом, благодаря этой медитации вы получаете дополнительную энергию, что ли? Медитация имеет в себе два основных значения. Первое – она успокаивает наш ум. И второе – она помогает нам открыть потенциал нашего ума. Поток нашего ума изначально очень подвижен. И мы, если посмотрим на свой ум, то мы видим, что он как маленькая обезьянка прыгает с ветки на ветку. Это похоже на чашку кофе, поверхность которой трясется, поверхность горного озера. Когда падут по нему волны, мы не видим чего-то целого, мы видим какие-то части. И когда мы смотрим на эти части, то у нас нет представления о том, что же это такое. Но когда поверхность успокаивается, то мы когда видим полную картину, видим красивое лицо Тани, и понимаем, что это не какой-то отдельный глаз, а это всё красивое лицо. И с этого момента мы можем тогда начинать работать со своим умом. И тогда, практикуя, концентрируясь на Будда-аспектах, в нашем уме пробуждается соответствующее качество, и наш ум становится шире, что ли, да, больше. Мы больше получаем энергии, больше получаем радости, и мы проявляем в нём какие-то качества, которые раньше просто дремали или не были нам доступны. Спасибо. Ну, Вы знаете, что современный человек, его деятельность, как правило, связана с множеством стрессов, это перенапряжение, эмоциональное, психическое, ментальное перенапряжение. Каким образом практика, буддийская практика, может помочь современному человеку? Я об этом уже говорил, это, наверное, медитация, потому что медитация позволяет нам как раз-то трансформировать все эти негативные впечатления и даёт нам позитивные... С одной стороны, мы трансформируем эти негативные какие-то впечатления дня, да, а с другой стороны, мы получаем нечто позитивное, да, получаем позитивные впечатления в наш ум посредством медитации. Это делает нас сильнее, потому что мы можем себе представить вот такую ситуацию, что мы просыпаемся утром, узнаём, что, значит, наша команда, любимая, там, шахтёр, выиграла у Испании, там, счётом 5-0, да, потом получаем смс, скажут девушке, что, значит, я с тобой вот три дня, но я считаю, что ты лучший человек в мире. Мы приходим на работу, нас встречает шеф и говорит, ты работаешь у нас пять лет, мы тебя не ценили, вот, пожалуйста, тебе новая зарплата побольше, да, там, 20 тысяч евро, вот тебе автомобиль, квартира. И мы приходим потом после всего этого вечера домой и разбиваем вазу, которую купили нам, или подарили нам лет 15 назад, нам совершенно неинтересно. И нас это не вызовет никаких впечатлений. Но если мы проснулись утром, узнали, что наша любимая команда проиграла, что мы получим от девушки смс, что я тебе знаю 15 лет, и ты худший человек в моей жизни, я никого худшего не представляла. Мы приходим на работу, нас встречает этот начальник службы безопасности и говорит, пожалуйста, ты работаешь три дня, но четвертый уже наша фирма не переживет, не появляйся в этом районе ближайшие три месяца. И мы приходим домой, разбиваем эту же вазу, которая нам абсолютно не нужна. Это последняя капля. Это последняя капля, которая просто уже нас разрушает. Поэтому здесь очень важен поток позитивных впечатлений, и поэтому мы чем-то предпочитаем концентрироваться всегда на каких-то хороших вещах, которые происходят в жизни. Трагедии, которые могут быть, они нас и так догонят, если это нужно. Но медитация нам как раз и помогает. С одной стороны, дает нам такую защиту, потому что мантра создает такой защитный слой, такую какую-то пленку, от которой отлетают все трудности. Плюс мы получаем осознавание того, что трудность, которая происходит, она происходит непосредственно с нами, а что, возможно, это просто какое-то стечение обстоятельств, а не есть всемирный заговор именно в развитии нас, как конкретного человека. И когда мы начинаем понимать эту ситуацию, мы видим другие выходы и смотрим, что мы находимся здесь, это происходит чуть дальше, и у нас появляется возможность принятия решения. И эта свобода, которую мы получаем в этот момент, она, наверное, самая важная для нас, потому что мы можем выбирать. Потому что свобода – это не та свобода, когда мы ходим с бутылкой пива и кричим по городу какие-то там песни, или нападаем на людей и считаем, что мы свободны. А как раз свобода внутри, свобода нашего выбора, что мы можем выбирать. Либо одно, либо другое, либо трагедии, либо комедии. И вот как раз в наше сложное время это и помогает. Спасибо. А могли бы Вы более подробно рассказать о технике медитации для человека, который никогда не медитировал, для человека, который не считает себя буддистом, который, в принципе, не собирается, не планирует становиться буддистом, но который хотел бы использовать эту практику. Могли бы Вы пошагово объяснить, в чём она заключается? Ну, есть первая, прежде всего, есть такая начальная фаза, называется шене, когда мы успокаиваем свой ум, и мы садимся на подушку, мы садимся таким образом, что мы садим на подушке. Поза лотоса должно быть? Да, я сейчас всё подобное расскажу. Примерно кулак высотой, и это может быть индивидуально для каждого, зависимо от состояния костей и суставов. И правая нога впереди левой, ладони мы клюем, как правило, на колени, и мы садимся в позе лотоса или полу-лотоса. Вот, какую камеру смотрите. И когда мы садимся в такую позу лотоса, наша спина ровная, глаза закрыты или полузакрыты, кончик языка касается слегка нёба, мы расслаблены. И это очень важно, потому что в нашем теле 72 тысячи энергетических каналов, и из них важнейшими являются два таких из боковых, которые начинаются вот здесь вот возле носа, они проходят вот так вот вдоль нашего тела, заканчиваются примерно четыре пальца ниже пупка. Ида и пенгао, это они? Ида и пенгао? Я, может быть, не те названия знаю, потому что у нас это может быть по-другому. Есть центральный канал, который мы очень редко пользуемся, в основном им пользуются, когда нам очень хорошо или когда мы чихаем. Но когда мы садимся в эту позу, то все эти каналы концентрируются на центр, все наши энергетические каналы, они фокусируются на центральном канале. И у нас тогда возникает такое ощущение, может быть, лёгкости и полёта. Ну это может быть у всех по-разному, поэтому добиваться этого совершенно не обязательно, главное просто об этом знать. И вот мы садимся в эту позу, и мы концентрируемся на кончике носа для того, чтобы отмести все лишние переживания, потому что когда мы концентрируемся на кончике носа, то у нас не возникает минимум каких-то эмоций, каких-то мыслей. И мы вдыхаем и выдыхаем, так вот делаем на несколько циклов, примерно можно делать их семь и раз, или двадцать один раз. Это успокаивает наш ум. При этом мы позволяем мыслям и чувствам появляться и исчезать, и мы не стараемся их не контролировать. Мы не можем контролировать свои мысли по одной простой причине, потому что уже совершенно известный факт, что наш мозг ничего не производит, он работает как антенна, которая улавливает информацию из пространства. И здесь нужно сказать, что когда мы говорим об уме, то мы понимаем ум как логический какой-то инструмент мышления, понятный нам в европейском нашем понимании, а ум это как единое общее пространство безграничное, которое является сутью всего происходящего, где все происходит. И вот в этом пространстве есть вся информация, такой огромный носитель информации, где есть все. И все те наши мысли, которые мы думаем, все, что мы придумываем, это все находится в пространстве, и только наш мозг это улавливает. И основная функция нашего мозга – это защитить нас от той информации, которая может нам навредить. И вот мы просто, если мы будем со всем этим бороться, у нас не будет никаких шансов, мы не сможем справиться с этими мыслями, с этой информацией, поэтому мы просто позволяем мыслям и чувствам появляться и исчезать, и мы учимся на них не обращать внимания. Это в первом этапе может показаться не очень простым. Потому что мы привыкли без конца цепляться за какие-то мысли, которые у нас возникают, мы привыкли их думать, тратим на них очень много энергии. На самом деле это не очень эффективно. И вот в этой ситуации, когда мы вдыхаем и выдыхаем поток воздуха, кончика носа, мы просто учимся успокаивать свой ум. И как бы наблюдать его со стороны немножко, да, отстранен, или нет? Ну, просто мысли просто идут, текут. Мы вообще как бы наблюдение за своим умом, да, это постоянно наша практика, которая происходит с нами всё время. Потом можем представить себе над головой Будду, которая опускается плавно в наше сердце, и мы можем представить, что он ставится на уровне сердца нашего, и можем повторять какую-то манту, например, корма поченна, и можем так вот целый день проводить с освящением Будды в своём сердце. И это может быть очень полезно. Спасибо. Сколько времени требует такая практика? Это должна быть ежедневная практика, насколько я понимаю? Лучше всего, конечно, практиковать ежедневно. В нашем современном мире, конечно, не всегда получается медитировать каждый день, но вот достаточно просто даже представить над головой Будду, он плавно опускается в сердце, останавливается на уровне сердца, и мы удерживаем его, и повторяем манту карба поченна, это уже работает. Это очень мощный инструмент. Я думаю, что вряд ли такую практику можно совмещать с трудовой деятельностью. Если мы просто представляем Будду, он подсказывается в сердце, можно делать всё, что угодно. Управлять автомобилем, общаться с девушками, заниматься любовью, работать, всё, что угодно. Спасибо. Только что спросила Галина, которая наблюдает за нашей трансляцией. Она пишет, как буддизм смотрит на проблему взаимоотношений мужчины и женщины? А разве это проблема? По-моему, это радость. Спасибо. Ещё один вопрос от Натальи, которая тоже только что его задала. Могут ли обычные люди, такие как вы или я, стать бодхисаттвами? Конечно. Все люди могут быть бодхисаттвами, это безусловно, и в этом нет никаких препятствий. То есть мы, может быть, бодхисаттвами даже не на каком-то большом уровне, даже какие-то качества бодхисаттвы могут быть у нас уже сейчас, когда мы просто заботимся о ком-то, потому что буддизм – это есть учение о величайшем сочувствии, так сказал Бунда. И когда мы заботимся о ком-то, когда мы думаем прежде всего о других, а не о себе, то мы уже являемся технической бодхисаттвы. Спасибо. Ещё такой вопрос. Ну, люди, которые выросли в культуре, в православной культуре, для них очень близко понятие грех. Существует ли такое понятие в буддизме? Нет, в буддизме нет никаких грехов и нет никаких ограничений. Единственное, что у нас есть, это закон причины и следствия. Я уже об этом говорил сегодня. И то, что мы вчера думали, сегодня мы говорим, а завтра сделаем, это сформирует нашу следующую жизнь, и это будет сформировать нашу жизнь такой, какой мы её делали. То есть, если мы… К сожалению, это не так быстро всё происходит, что мы сегодня утром могли украть кошелёк, а вечером украли у нас. И если там большая очередь, то это будет, скорее всего, тянуться несколько жизней, и мы можем получить ответ где-то в залёкой следующей жизни или ещё дальше. Поэтому лучше начинать делать хорошие действия уже сегодня. По крайней мере, мы избавимся от неврозов уже в этой жизни. Нам будет проще, и нам будет легче жить в следующую нашу жизнь. Спасибо. Вы знаете о том, что на Западе буддизм пользуется особой популярностью. Там, что ли, существует своеобразная мода на буддизм. Вы знаете о том, что очень часто на Западе в офисе, в жилом помещении можно встретить статуэтки Будды. Значит ли это, что люди действительно по-настоящему практикуют буддизм? Или это просто дань моде? Я думаю, что здесь и то, и другое. То есть буддизм набирает действительно популярности. И на самом деле в наших центрах, а у нас в мире, во всём мире примерно 640-650 центров. Больше всего из них находится в Европе. И именно в Германии, я думаю, там больше 130 центров. И, конечно, Европа очень активна в этом плане. И это всё произошло благодаря тому, что когда-то молодые датчане, Оля и Ханна Нидал, поехали в свадебное путешествие в Непал. И там они встретились сначала в Лопенсе, Чуримпоче, и потом встретились с 16-м Кармапой. И когда они провели в медитации около четырёх лет, то их 16-й Кармапа попросил поехать и рассказать всему миру, что такое буддизм. Потому что в Тибете буддизм развивался очень долго, но Тибет был захвачен китайцами. И поэтому очень многие ламы, практически все важные ламы, покинули Тибет. И 16-й Кармапа тогда сказал, что, возможно, уже буддизм в том виде, как он был, не вернётся в Тибет. И поэтому он попросил Ханну и Оле поехать и рассказать всему миру, как буддизм развивался. И вот они начали с того, что они организовали выставки в Дании. Был первый центр, организован в Родби. Верёт Родби в Дании, а потом они организовали центры в Германии. И вот с тех пор, в прошлом году, как раз мы отметили 40-летие активности ламы Оле-Нидова во всём мире, потому что совершенно уникальный человек. Он тратит ночь на переезды, днём встречается с учениками, два раза в год он объезжает в земной шар. И это невероятная активность, потому что жить такой жизнью никто не может. У меня есть мой хороший друг, почти мой родственник, он мастер ветвода, он живёт здесь в Киеве. И вот когда я ему сказал, что есть человек, который живёт такой жизнью, он сказал, что Саша, я мастер, я объехал весь мир, я с 5 лет тренировался у Грандмастера, мне сейчас 55 лет, но не верить в это учёк, это невозможно. Но я лично знаю нашего ламы Оля, и поэтому нет никаких сомнений, потому что действительно это невероятная активность. И молодые люди, при этом в Соле, когда они ездят как помощники, они не выдерживают больше месяца в качестве помощников. Им постоянно нужны какие-то другие люди, которые помогают. А ламе Оля уже 71 год, и он не останавливается. То есть именно благодаря этому человеку буддизм приобрёл такую популярность на Западе? Ну, с моей точки зрения, да, конечно, есть, наверное, нужно сказать, что ещё и большая популярность Далай-Ламы, потому что он очень много работает, и он как политический лидер Тибета очень популярен, потому что он везде заступает за Тибет. Ну, и я думаю, что как бы огромнейшая работа нашего ламы, она играет очень большую роль в этом процессе. И то, что буддизм сейчас популярен, это говорит о том, что, скорее всего, речь идёт о том, что он действительно настолько эффективный, что может быть полезен для всех людей. И в нашем современном мире, когда очень много образованных людей, которым уже становится тесно в рамках ограничений, и люди хотят сами отвечать за свою жизнь, и сами хотят управлять своей жизнью и влиять на неё, то тогда буддизм подходит в этом случае наилучшим образом. Спасибо. Недавно в Киеве прошла выставка «Сокровища Тибета», на которой были представлены лишь несколько представителей, скажем так, огромнейшего пантеона богов буддизма. Скажите, пожалуйста, вот есть такой популярный персонаж буддийский, Хатей, который тиражируется просто миллиардными копиями. И часто Хатей я называю Буддой. Правильно ли это? Тут я хочу немножко как бы подкорректировать по поводу богов, потому что в буддизме мы знаем, что есть боги, но мы стараемся от них держаться подальше. Вот. И потому что они в общем-то некоторые делают странные вещи, и для нас как бы в отличие от традиционных религий в буддизме нет бога, есть ум. Я уже потом говорил, что есть ум как суть всего. Вот. И для нас важен ум. Вот. И поэтому как бы боги есть, но для нас важны те Будда-аспекты, которые есть в пространстве, потому что они и все Будда-аспекты, они по-своему как бы влияют на наши какие-то аспекты в нашем уме. И, соответственно, цепляя те или иные наши аспекты, дают нам какое-то развитие. ХТ, честно, я не знаю, кто такой. Я, может быть, не очень большой специалист в таких аспектах, но, может быть, мне покажешься картинку, я вспомнил. Это такой вот толстенький человечек такой. С животиком, что ли? С животиком, да. Но это не наш вообще аспект. Спасибо. Поэтому я его не знаю. Это какой-то китайский Будда, который с большим животом, который должен показать, чтобы получить много денег. Точно. Сорок раз, как минимум. Это такой-то китайский семью. Я не знаю, насколько он может работать. Спасибо. Ну вот, Вы стараетесь держаться подальше от пантеона богов. А как насчет других великих буддийских святыней? Что можно к ним отнести? В частности, хотелось бы Вас спросить по поводу Дхамма Пады, литературного источника. Смотрите, у нас была очень хорошая выставка. Она у нас примерно в 2005 году образовалась. Это сделали наши друзья. Она идет таким отдельным проектом. Это не является нашей какой-то миссией, потому что мы вообще не являемся миссионерами. Наши друзья Саша Рябин и Аля Сетченко, они очень много сделали. Они огромные молодцы. Они сделали эту выставку. Они за свои деньги покупали экспонаты в Непале, в Индии. В общем, они искали их в тех местах, где они могут быть. Что-то из России, я знаю, они получили. И выставка эта постепенно сейчас разрастается. И позапрошлом году, когда у нас было 20-летие буддизма в Украине, эту выставку в Киеве посетило около 9 тысяч человек. У нас она была в Черниге тоже. И у нас там было тоже где-то около 800 человек. И там мы, конечно, могли познакомить людей прежде всего с искусством Тибета. Потому что Тибет такая страна, я уже говорил, что там нет какого-то особого развития такого индустриального, как мы это представляем в наших странах. И все искусство, которое у них там было, оно было подсвечено буддизму. Поэтому многие какие-то предметы домашней утвари или какие-то другие там предметы, они все имели какую-то направленность, такую буддистскую направленность. И здесь интересен тот факт, что когда, допустим, буддистские художники писали тханки, то они никогда не подписывались, кто их написал. То есть, возможно, такая практика работает со своим личным эго, потому что наши художники всегда хотят, чтобы их очень хорошо сдали. Но вот такое подношение миру, когда мы делаем, когда мы делаем прекрасную тханку, которая очень красивая, которую мы смотрим, и она спробуждает действительно какие-то очень глубокие чувства. И нет автора. Вот это такое подношение миру очень настоящее, такое прекрасное. Вот это то, чему мы учимся. И что касается литературы, то литература для нас является, конечно, очень хорошим источником для того, чтобы сформировать наши знания, чтобы мы могли там что-то как бы закрепить или уточнить, или как-то, может быть, сгруппировать что-то, да. Но основным источником наших знаний является именно живая передача. Вот школа Кармакаги, как раз это есть линия живой передачи. И для нас очень важно общение с ламой. И в школе алмазного пути, мы являемся как раз школой алмазного пути, для нас очень важен лама. И почему он для нас важен? Потому что это тот человек, который прошел вот этот вот путь, он знает, что наша цель – это Будда, что наши методы – это Дхарма, что Санха – это наши друзья, и те Будды и Бадхисаттвы, которые нам помогают развиваться. И также лама – это тот человек, который уже этот путь прошел, он точно знает, какие методы для нас важны. И для нас очень важно – это личное непосредственное общение и те методы, которые нам лама дает. Потому что при общении с ламой, мы когда слушаем, допустим, лекцию ламы, или какой-то его ответ на вопрос, то, кажется, он сказал там 2-3 фразы, а у нас уже в голове впечатление на целый рассказ. Это происходит потому, что мы получаем передачи на уровне внешнем, внутреннем и тайном. И внешний уровень – те слова, которые мы слышим, внутренние – это те чувства, которые у нас пробуждаются. А тайный уровень – это не потому, что называется тайным, что это от кого-то прячется, а тайный – потому, что это некоторые такие семена, которые засеваются из ума ламы в наш ум, и они там начинают постепенно работать. И потом через какое-то время мы вдруг… О, а ведь он же когда-то говорил. – Говоря нашим языком подсознание. – Может быть, но это не совсем точно. Подсознание, оно как-то больше ограничено, а ум, он безграничен. То есть подсознание, оно включает туда какой-то опыт нашей сегодняшней жизни, какую-то нашу интуицию. Ну, в общем-то, наверное, так будет проще. – Спасибо. А есть ещё такая вещь, как мандалы. Вы их используете, медитацию на мандалы? – Да, есть такая практика мандала, подношение Вселенной. Да, есть такая практика. И мандала символизирует в себе, символизирует такое подношение Вселенной, что мы берём всё самое прекрасное, всё самое лучшее, всё самое красивое, и мы это подносим. Потому что привязанность есть одна из наших таких трудностей, которая нам не позволяет иногда развиваться. Мы привязываемся к некоторым вещам или к некоторым людям, к некоторым событиям, мы хотим их удержать. И нам кажется, что если мы их удержим, то мы будем счастливы. На самом деле мы надо тратить очень много времени, очень много сил, страдаем от этого, заставляем страдать от других. И уже когда у нас не хватает сил это всё удержать, оно всё равно всё разрушается. Нет никакого смысла это всё удерживать. Поэтому мы учимся подносить всё самое красивое, всё самое прекрасное, мы подносим Буддам, Бадхисаттву, подносим пространство, всё самое драгоценное. Мы дарим в своём уме, и это очень развивает богатство нашего ума. И для нас это очень важно. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о том, что такое восьмеричный путь. Восьмеричный путь. Это не то же самое, что срединный путь? Срединный путь – это… Ну вот мы привыкли люди, которые не очень как бы обизнанны в буддизме, они привыкли ставить знак равенства между буддизмом и золотой серединой. Ну, вы знаете, наверное, золотая середина и серединный путь – это что-то, наверное, такое близкое. Если бы просто было такое поучение, здесь нужно сказать немножко о Будде, потому что, возможно, наши слушатели не все знают некоторую историю, как он родился, а Будда родился в обычной, не совсем обычной семье, то есть он был обычным человеком, но родился в богатой семье. И в нем было очень много сочувствия, и Будда был обычным таким же человеком, каким мы с вами, единственное, разница была в чем, что Будда много медитировал. И в какой-то момент ему стало тесно в рамках дворца, он понял, что это не будет очень для него полезно, и он вышел за пределы дворца, увидел больного человека, мертвого человека, старого человека, и он понял, что люди страдают, потому что когда он жил на дворце, от всего этого был огражден, ему казалось, что все хорошо. Так заботился, поэтому заботился его отец. И когда он понял, что люди страдают, он тогда оставил дворец и побежал в поисках ответа на те вопросы, на вопрос, как помочь людям избавиться от страданий. И второе было состояние, это когда он общался с аскетами, и аскеты питались корешками и росой, и в общем были совершенно худые, изможденные, и были на волосинку от смерти. И тогда Будда, проходя мимо учителя, который дал поучение ученику, как играть на ситар, он говорил, дорогой, для того, чтобы инструмент зазвучал, ты должен натянуть струну. Если ты ее не натянешь, она не зазвучит. Это было первое состояние Будды, когда он жил во дворце. Если ее перетянешь, она лопнет. Это было второе состояние, когда он чуть не умер, от того, что он был голодный и бессиленный. Поэтому очень важно, чтобы передерживаться этой середины. И тогда Будда подумал, что тогда еще не был Будды, он был, он был, сегодня еще принцем, а Будда он стал после того, он достиг просветления. И он подумал, что, наверное, он это все делал неправильно, ему нужно немножко что-то поесть, чтобы набраться силы. И тогда он это сделал, он съел рис, который поднесла ему девушка, съел под деревом Годхи, и сказал себе, что я не сойду с этого места, пока не пойму, каким все является. И действительно, он там просидел какое-то время, через неделю он достиг просветления, еще несколько недель его тело привыкало к тем энергиям, которые в него вошли, чтобы научиться их контролировать. Вот это вот и называется серединный путь. И это действительно, как бы, с народной мудростью так вот созвучно, как золотая середина. Потому что, как раз, это вот и есть тот центр, конечно, что мы избегаем всегда крайностей. Мы всегда стараемся идти по таким вот, ну, вещам, которые не ведут за собой какую-то революцию, а которые нас постепенно развивают, и мы набираемся опыта. Потому что, если мы прыгаем из своих штанов, в этом мало, мало опыта, мы можем попасть, куда-нибудь не туда, куда вы хотели. Спасибо. Хотелось бы поговорить о внешних атрибутах буддизма. Насколько я понимаю, внешне буддиста ничто не отличает от других людей. Человека, практикующего буддизм, внешне невозможно отличить. Вы знаете, на Востоке есть разные буддисты, но в современном буддизме, в мирском буддизме, который практикуем мы, мы внешне никак не отличаемся. То есть, можно найти какую-то веревочку, может быть, на руке там, или, может, гауку-то будет висеть на шее, но внешне это незаметно, поэтому мы никак не выделяемся, потому что мы живем обычной жизнью, и в буддизме может быть три таких направления. То есть, мы можем практиковать, там, монашеский буддизм, если нам интересно все время медитировать, и мы не очень, как бы, видим себя в современной жизни, мы можем больше уделять времени теории, там, изучать теорию буддизма, и заниматься какой-то больше, может быть, как бы так, научным, что ли, научным буддизмом, если можно так сказать. Но есть мирской буддизм, это то, что используем мы в своих жизнях, это обычная жизнь и плюс практика. И вот нам, чем помогает нам еще медитация, то, что мы избавляемся от различных мешающих эмоций, и мы также избавляемся от неврозов, а когда мы избавляемся от неврозов, то мы можем просто быстрее засыпать. Например, наш лама говорит, что для обычного человека нужно там полтора-два часа, чтобы уйти в состоянии глубокого сна и хорошо выспаться, вот, а мне для этого нужно пять-шесть секунд. И мне так кажется, очень хорошая экономия. Легко каждые сутки добавлять себе полтора-два часа свободного времени, которое можно использовать со смыслом. Неплохо. Спасибо. А какой у вас, какой, скажем так, распорядок дня у традиционного буддиста, который ведет мирской образ жизни? Ну, сегодня я проснулся утром, помедитировал, сел в автобус и приехал к вам. Насколько продолжительная медитация? Ну, медитация вообще должна быть хотя бы минут 15-20. То есть, это уже будет полезно. Есть разные примеры наших друзей. Например, у нас был такой лама, как Лупин Сечу Римпоча, который просыпался в пять часов, с пяти до шести он медитировал, с шести до двенадцати ночи он занимался тем, что помогал другим и он действительно помогал исключительно всем и не думал о себе. И только с двенадцати до часа он делал какие-то свои личные дела. В час он ложился спать, а в пять часов опять просыпался и медитировал. И есть у нас много друзей, которые тоже так вот просыпаются пораньше утром и медитируют. потому что если ты утром помедитировал, то уже как бы ты уже сделал какую-то основную работу. А как сложится дело вечером, может быть, там пересыпаюсь в какую-то компанию или может какие-то будут другие вопросы жизненно важные, да, и может не всегда получится. Поэтому очень полезно. Спасибо. А как насчет режима питания? Вы вегетарианцы? Абсолютно нет. Мы не такие не вегетарианцы, мы едим всего подряд. Единственное исключение будет, что если мы приедем к кому-то в гости и нам скажут «Ващад, мы для тебя специально зарежем курочку, то я лучше скажу, что ты знаешь, что у меня сегодня не очень что-то с печенью или с желудком, или мой врач советует мне именно сегодня не есть курочку». Так что мы не очень... То есть используйте святую ложь для того, чтобы спасти курочку? Ну, как бы, если она уже была, эта курочка приготовлена, да, то смысла от нее отказываться нет никакого, наоборот, можем сесть и даже сделать какие-то пожелания. А если... Курочки? Да. А если это делается специально для нас, как будто убивается какое-то животное, то это не очень хорошо, мы этого не допускаем. А можно подробнее о пожеланиях курочки, о животном, которое убили для того, чтобы съесть? Ну, животное, которое, любое существо, которое умирает, да, оно чувствует какое-то, еще какое-то время, чувствует связь со своим телом. И если, если ум покидает тело, то это связь еще какое-то время остается, оно очень сильное. И если это произошло недавно, то мы можем сделать какие-то пожелания, такие там, ума не пеме хун, какую-то мантру прочитать, или там пожелать такого-то лучшего перерождения, и это какое-то принесет пользу, пользу этому уму, и этот ум, этого существа может переродиться в других, каких-то, в более благоприятных условиях, которые потом его приведут к большему развитию, ну, к какому-то развитию. То есть, это не мгновенно так, что курочка станет человеком, но какие-то условия будут более такие... Более благоприятные. Более благоприятные для дальнейшего развития. Совершенно верно. Спасибо. Очень много вопросов. Ваш адрес поступило от читателей сайта «Обозреватель». Пойдем по порядку. Пишет Павел. Александр, скажите, в чем практическая польза буддизма для украинцев, людей, воспитанных в христианских традициях? Спасибо. Частично мы уже об этом говорили. Вот конкретно. Частично говорили, но я бы здесь не делал бы разницу между украинцами, потому что все люди в принципе одинаковые, буддизм не имеет границ. И есть такие тенденции, вот, я знаю, это просто по своей работе основной, что когда приезжаешь в какой-то город, то всегда звучит такая фраза «Вот в нашем городе это точно не получится». Или когда приезжаешь от других стран, вот в нашей стране это точно не получится. Мы как-то недооцениваем свои возможности. Мы предпочитаем смотреть всегда на негативную точку зрения на вещи, а с позитивной, потому что у нас у всех очень большой потенциал. Мы все прекрасные люди, мы прекрасная страна, мы прекрасная Украина. И нам просто нужно отказаться от какой-то привычки, может быть, там, критиковать страну, критиковать себя, критиковать там близких, потому что это путь в никуда. Если мы говорим, что все хорошо, то мы развиваемся. Если мы говорим, что все плохо, то у нас нет никаких шансов для того, чтобы как-то развиваться. И буддизм в этом случае просто дает позитивный взгляд на вещи. Поэтому если мы можем медитировать, практиковать буддизм, то мы просто получаем позитивный взгляд на вещи. Опять-таки, мы не против никак каких-то других религий, если там никого не убивают и не обижают слабых. Каждый может выбирать себе шапку по размеру. Но в данном случае мы можем показать просто, что в буддизме мы всегда смотрим с точки зрения позитивной и для нас очень важен позитивный взгляд. Потому что это является основой развития. Если кому-то нравится это, то, пожалуйста, вы можете к нам присоединяться. Ну, раз уже вы сказали к нам присоединяться, насколько я понимаю, есть буддийский центр в Киеве. Да, есть буддийский центр в Киеве. Улица 3 или 39. Он находится в жилом доме. Квартира 11. Он работает каждый день в 8 часов вечера. Вы можете туда прийти и помедитировать со всеми нашими друзьями. И наша школа отличается от всех остальных школ тем, что вы сразу придя к нам, в первый же день садитесь на подушку и можете медитировать. То есть не нужно никакой специальной теоретической подготовки. Говорят, что есть другие школы, где нужно какое-то долгое время учить теорию. Только лишь потом тебе позволят сесть на подушку и медитировать. В нашем случае мы медитируем уже сразу, потому что мы ценим время и считаем, что в нас есть уже все качества Будды. Просто нам нужно избавиться от некоторых мешающих эмоций, чтобы увидеть все, какими являются. А в каких еще городах есть буддийские центры? Есть, примерно, в 22, по-моему, городах Украины. Да, это и Луганск, это Харьков, это Депропетровск, в основном все, кроме, наверное, Житомира, может быть, и Сум. А так уже, по-моему, уже во всех есть. Спасибо. Следующий вопрос у Дмитрия. Если в буддизме не идет речь о Боге, является ли буддизм религией? Спасибо. Да, я думаю, что буддизм не является религией. Потому что в религии мы привыкли к тому, что в религии в обычном нашем понимании есть предмет веры. Религия называется «Я верю». У нас нет предмета веры, у нас нет какого-то одного идола, которому мы верим. У нас есть Будда, но Будда – это такой же человек, как и мы, который отличается от нас тем, что больше медитировал, больше медитировал, чем мы. И развил в себе безграничное сочувствие, благодаря которому мы можем делать теперь то же самое, что и делал он, и достичь того же состояния. Мы никогда не станем Богом, сколько бы на него не молились, так это внешняя сила, к которой мы обращаемся, но мы не будем Богом. Поэтому буддизм можно было бы назвать философией, но философия – то, что находится у нас в голове, а это не только в голове, так вот наш образ жизни. Поэтому, если даже назвать буддизм религией, то, наверное, можно назвать религией опыта, но не религией веры. Спасибо. Ещё один вопрос от Оксаны. Она пишет, что бы Вы, как буддист, посоветовали людям, в чьих семьях есть больные алкоголизмом? Как помочь таким людям? Я думаю, я бы посылал этим людям обратиться, наверное, к христианам, потому что христианцы больше кто умеет заботиться о таких людях, а буддизм, честно говоря, это такая практика, которая позволяет людям использовать хорошую жизненную ситуацию. Если за нами гонятся бандиты, и у нас на чёрном ходе ждёт милиция, и у нас есть много проблем, нам некогда поднять голову и подумать о других, то мы вряд ли можем быть полезны. Поэтому в этом случае мы, наверное, не очень можем быть полезны, мы можем быть полезны в том плане, чтобы развить качество своего ума, но на уровне буддизма мы можем делать хорошее пожелание тому человеку, чтобы он бросил пить, чтобы он упал в такую ситуацию, когда бы он это понял. Но на самом деле это болезнь, и с ней нужно лечить, её нужно лечить, и есть для этого социальные определенные структуры, которые занимаются этим, или врачи, мы не лечим, мы работаем с причиной, но не со следствием. Спасибо. Ещё один вопрос от Ольги. Что для Вас, как буддиста, самое ценное в учении Будды? Я думаю, что для меня самое важное это свобода. Это закон причины и следствия, который я понимаю, с которыми можно работать, и это та свобода, которую мы получаем. Это освобождение от мешающих эмоций, потому что всё становится не таким уже мрачным, не таким страшным. не таким пугающим. И когда я практикую, я понимаю, что все эмоции, они все растворяются или трансформируются, становятся не такими же опасными. Я понимаю, что можно на них не обращать внимания, и это очень сильно помогает. И здесь я хочу ещё сказать одну такую вещь, что у нас есть такая привычка, когда с нами что-то происходит, то мы вкладываем всю энергию в эту проблему. На самом деле, когда мы вкладываем в эту энергию, то мы туда инвестировали, и что мы получим обратно? Мы получим обратно усиленную эту проблему. Поэтому очень хорошо, когда мы, видя какую-то проблему, мы в неё не вкладываем энергию, постараемся на неё не обращать внимания, а заняться чем-то другим. И это действительно работает. То есть, если есть проблема, с которой мы не можем справиться, мы её просто выбрасываем из головы. Или, как говорят тибетцы, если у вас есть проблема, и вы можете на неё повлиять, то волноваться не стоит. Если у вас есть проблема, и вы на неё повлиять не можете, то волноваться не имеет смысла. Конечно, да. Следующий вопрос, очень интересный, от Василия. Он поступил только что. Он пишет, скажите, зачем представители буддизма на улицах предлагают подарить книги, а когда их берёшь, то они сразу просят денег. Причём, если предложишь им гривен 5-10, говорят мало, надо больше, и книжку не отдают. Я думаю, что вас с кем-то путают. Я думаю, что да, это, наверное, кришнаиды. Наверное. Они специалисты Мы не хотим сейчас обижать представителей общества сознания Кришны, тем не менее. Вы не ходите по улицам, насколько я понимаю. Мы не ходим по улицам, и мы не миссионерствуем. Мы вообще не миссионерствуем, потому что мы рассказываем людям, как мы живём, и как мы чувствуем, как мы воспринимаем, сколько у нас есть радости. И мы говорим, что то, что у вас есть, это всё прекрасно. А миссионеры, это те люди, которые приходят и говорят, что ты живёшь плохо, у тебя всё неправильно, я только один, я знаю, как это должно быть правильно, идём со мной, я тебе покажу правильную, хорошую жизнь. Мы не будем обсуждать правильную, хорошую жизнь, но мы показываем, как мы живём, и показываем дверь. Нравится? Заходи. Не нравится? Твой выбор. И мы никогда не прибегали к каким-то вещам, когда бы мы навязывали себя кому-то. Это исключительно всё добровольно, если тебе нравится, работа и нет. Спасибо. Только что спросил ваш тёзка Александр, он пишет, Александр, какое значение в буддизме имеет лама, и насколько это важно для вас и вашей традиции, которую вы практикуете? Спасибо. В нашей традиции лама имеет очень большое значение, потому что лама уже прошёл этот путь, он знает, какие методы нам будут полезны, что будет для нас очень важным и полезным. И лама достиг реализации в нашем понимании, то есть он просветлённый, в нём есть те качества, которые мы хотим в себе развить, и он является такой дверью в пространство для нас. То есть он открывает для нас дверь, и в пространство. Поэтому мы на себя примеряем всегда те качества, которые хотим видеть в себе, те качества ламы, мы на себя всегда примеряем. И может быть, нам что-то не было понятно, и может быть, нас общество не научило, как обращаться с женщинами, что нужно женщин защищать или как-то оберегать, то я смотрю по нашему ламе, лама Оле, он очень уважительно относится к женщинам, он защищает, их оберегает, и в коем случае никогда не оскорбляет, и очень заботливый, и старается, чтобы у женщин всегда было как можно меньше проблем, потому что женщины всегда более эмоциональны, а мужчины как бы менее подвержены эмоциям, поэтому мы должны как-то оберегать женщинам, я вот этому не выучусь. С точки зрения практики, то, что мы воспринимаем в мире, мы воспринимаем благодаря тем качествам, которые нам дает лама, которые в нем есть, и мы как бы на себя примеряем маску ламы или маску Будды, пока наши внутренние трудные просветления не заработают и не начнут работать, и потом у нас пробуждаются точно такие же качества. Поэтому лама для нас очень важна, у нас вытягивает совершенно на другой уровень, и мы таким образом развиваемся, то есть, как говорит лама, что моя задача, чтобы мои ученики не шли к просветлению, не бежали, а летели как ракета. И вот благодаря ламе, благодаря нашим методам мы можем достичь просветления уже в этой жизни. Спасибо. То есть я думаю, что сейчас вы ответили на вопрос Виктора, который спросил, почему вы стали буддистом, что значит быть практикующим буддистом? Можно считать это ответом? Может быть, да, может быть, я могу добавить только то, что в какой-то момент я чего-то искал, и многие люди тоже иногда ищут какие-то ответы на какие-то вопросы. И когда я попал первый раз на лекцию ламы у Леонидова, и я видел человека на сцене, который отвечал как раз именно точно на те вопросы, которые меня тогда интересовали или беспокоили, он давал точные ответы на все эти вопросы, я понял, что да, этот вот тот человек, с которым бы я хотел быть всегда рядом, и на который бы хотел быть похожим. Спасибо. Пишет Дарья, абсолютно практического плана вопрос. Как буддизм советует работать с негативными эмоциями, такими как гнев и зависть? Вообще-то в один раз мы так с этим не справимся, потому что эмоции возникают в глубине, и лучше всего, конечно, практиковать. Можно просто анализировать ситуацию с гневом чуть сложнее, потому что гнев возникает изнутри, поднимается, его трудно остановить. Но что касается привязанности, зависти, это вот эти вещи, которые можно проанализировать и раздробить на какие-то мелкие вопросики, и тогда анализируя их, идя к источнику, мы поймем, что это, что это, как бы, откуда это взялось, и тогда будет проще с этим работать, раствориться само. Или мы можем повторять мантру о мани и пэмэ хунг, и она помогает нам справляться с этими ситуациями. Ее нужно повторять как можно чаще, иногда бурчим какую-то песню бессмысленную, а эта мантра может быть нам полезна. Спасибо. Пишет Вероника, только что она задала такой вопрос. Расскажите о вашем коренном ламе. Мой коренном ламе это лама Оли Нидал, и в буддизме есть два ламы, лама Лини, это кармапа, и кармапа как держатель Лини, а лама Оли Нидал это тот лама, который привел в буддизм, это тот человек, которому, если мне будет трудно, я побегу в первую очередь, скажу, лама, помоги, вот такая трудность. Я хочу напомнить Веронике, к сожалению, она не с самого начала присоединилась к нашей трансляции, стала ее смотреть, что полная версия видеозаписи нашей пресс-конференции будет выложена сегодня же до шести вечера, вы ее увидите на той же странице, где вы задали свой вопрос. Следующий вопрос такой. Пишет Игорь, очень интересный вопрос. Я слышала, что буддизм это не вера, и буддисты занимаются тем, что познают свой ум. Ум это наша сущность, наша истинная природа. Правильно ли я понимаю, что если убрать все бесчисленные гаджеты, на которые мы отвлекаемся в течение жизни, и которые невозможно держать, то останется только наша природа, ум? Я думаю, что да. Очень хорошо сказано. То есть гаджеты это зло? Я понимаю, это вмешающие эмоции. Убираем все гаджеты, и остается только истина. Поэтому наша задача как раз в этом состоит, чтобы мы и для этого медитируем, чтобы это все отодвинуть, растворить, и чтобы осталось только чистое восприятие сознания. Вот мы к этому стремимся, потому что ум безграничен. Это безграничная энергия, это безграничная радость, это безграничная мудрость. Спасибо. И заключительный на эту секунду вопрос в нашей пресс-конференции поступил от читательницы по имени Любовь. Она пишет, правда ли, что маха-ситхи могли делать свои тела вечными, и если да, то зачем? Я не встречал еще ни одного вечного человека, а если кто-то мог сделать свое тело вечным, то он бы, наверное, сейчас жил бы, и об этом бы журналисты уже давно что-то раскопали. Гораздо важнее это просто быть эффективным, и гораздо проще просто переродиться, поменять тело, и сохранив свое сознание, сохранив свое сознание ума, просто поменять тело, переродиться, и принести пользу. Да, конечно, мы ставим какое-то время на становление тела, но даже такой величайший йогин, как Кармапа, перерождается уже 17-й раз, сейчас он в 18-м теле, и он использует именно эту технику, да, он именно использует, ну, грубое слово, да, он использует именно эту практику, и именно вот он так перерождается и переносит пользу всем же насыщенствам. У него там есть еще и помощники, которые помогают ему в этом, вот сказать, в этот период передают ему знания, учат его, но именно это он использует, поэтому можно ожить очень долго. Перерождение лучше, чем вечное тело. Да, но вечного тела, мне кажется, быть не может по одной простой причине, потому что ничего вечного не существует, можно прожить там, может быть, 150 лет, но при этом будем дряхливать стариком, от которого не будет толку. Лучше передоиться. Это не то. Спасибо. На этой позитивной ноте мы завершаем прямую трансляцию пресс-конференции обозревателя. Спасибо вам огромнейшее, Александр, за очень интересный рассказ, я думаю, он был интересен для всех наших читателей, зрителей, Спасибо, что пригласили. Спасибо всем и до новых встреч. Спасибо вам, что пригласили, спасибо тем, кто слушал.